Слава Украине! Привет всем от Полонского! Очень интересно, знаете, проследить за целями спецоперации, как говорят расшисты, и к чему они пришли на сегодняшний день. Все мы помним по началу войны, как они кричали «Киев за три дня». Лукашенко даже кричал, что он в Киеве две недели находился. Правда, я его тут не видел, но неважно. Он говорит, что он был здесь в марте, в начале марта. Я очень внимательно ходил по улицам, искал Лукашенко тогда. Он тогда все время кричал «Мы в Киеве, мы в Киеве». Я ходил туда, ходил сюда, по всем улицам. Я же с Киева не выезжал, я на один день. Не видел я Лукашенко, да. Ну, Путина тем паче не видел, только по телевизору, и то не всегда. Да, так что вот тогда они кричали, что «Киев за три дня, очень быстро, все, мы тут с Украиной порешаем вопрос, с вооруженными силами Украины договоримся, правительство скинем, все, поставим Медведчука, кого они хотели, Мураева, не знаю, или даже Януковича. Они же даже Януковича, как знаете, эту дрессированную обезьянку в Минск привезли, уже все, его хотели в Киев привозить, да, причем два раза возили Януковича. Ну, да бог с ним. Вот, это было тогда. Тогда, как говорится, у них были полные штаны победы, и они рвались, значит, вперед. Вот, и вот это был лютый, это был февраль 2022 года, а теперь пошел лютый, то бишь февраль 2023 года. И вот этот же самый Путин, правда, я не уверен, что, может быть, это кто-то из двойников, мы же опять не знаем, Путин существует, не существует, поскольку анализ Кала он пока что не сдал, и мы не можем этого доказать. Ну, вот, пока он не сдал анализ Кала, мы, как говорится, исследуем то, что у него выпадает из другого отверстия, то есть изо рта. И, соответственно, Путин уже говорит следующую весть, наша главная задача обеспечить сбережение России. Представляете? Вот то они хотели, значит, главная задача была Киев за три дня захватить, а теперь они сберегают Россию. Так вот, я хочу спросить у русских, если, ну, вот, у кого там, ну, хоть какая-то там, да, часть логики осталась в голове, а зачем вы вообще нападали? России, что кто-то угрожал? По-моему, никто вообще ни разу, ни одного раза не угрожал. Никоим образом, и речь о сбережении России даже не шла. Россия была, пускай неуважаемым, но членом международного сообщества, с которым всем торговали. Ну, да, были санкции там за Крым, но они были, скажем так, более, за Магнитского, да, санкции были. Ну, это были санкции такого рода, что, знаете, не сильно им мешали жить, они к ним приспособились и жили себе. Вот, то есть до 24 февраля 22 года Россия вполне себе существовала, никто на нее уж точно нападать не хотел, но это глупо считать, что Украина бы хотела, будучи в 10 раз меньше, или особенно, как они говорят, сейчас на них Эстония хочет напасть, которая вообще в 100 раз меньше, или в 150 раз меньше. Хочет на них напасть. Ну, Эстония больше ни хрен делать, да, напасть это как, ну, я не знаю. Даже не будем это обсуждать, эту бредятину. Вот, никто на Россию, конечно же, не нападал и не собирался нападать. Тут Россия нападает, и в результате своего собственного нападения приходит к тому, что ей нужно теперь охранять свою собственную целостность. Так вот, я хочу спросить у русских, вот вы не находите причинно-следственной связи между нападением на Украину и тем, что вам приходится теперь вместо того, чтобы брать Киев за три дня, воевать за собственную целостность. Поверьте мне, что еще немножечко этой войны, и вам вот сегодняшнее положение, когда вы там мечтаете о целостности России, покажется еще фитюльками и цветочками. Потому что там уже дальше пойдут разборки между субъектами вашей же федерации, и вам будет вообще грустно. Уже никакой России там лещу идти не будет. Там уже будет Татария, нет, Татарстан, наверное, все-таки, да, Башкортостан. А Россию, ну, так будут вспоминать иногда, что была такая страна. Но была-была-была, пока не задумалась сделать СВО. И кончилось. Слава Украине!